Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Как пропускать скорую помощь со спецсигналом, не нарушая ПДД? Сотрудники госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями скорой. В Карачаево-Черкесии для беженцев создают благоприятные условия при поддержке Единой России. Прошла развлекательная программа для детей из ДНР и ЛНР. В столетию образования Карачаева-Черкесской республики выпущен специальный конверт тиражом 50 тысяч штук. Памятная церемония гашения штемпелем состоялась в отделении почты. Арии из опер русских и зарубежных исполнителей под аккомпанемент оркестра. В Черкесске прошел концерт солиста Мариинского театра Заура Алиева. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов и начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Карачаево-Черкесской республике Андрей Пархоменко в рамках двусторонней встречи обсудили вопросы, связанные с участием личного состава управления Росгвардии республики в специальной военной операции на Донбассе и территории Украины. В ходе встречи Рашид Темрезов и Андрей Пархоменко обсудили вопросы, связанные с исполнением задач, поставленных перед личным составом управления Росгвардии в ходе спецоперации на Украине. Глава поинтересовался благополучием военнослужащих Рашид Темрезов по итогам встречи сообщил, что каждый возникающий вопрос будет детально проработан для создания лучших условий сотрудникам и военнослужащим Росгвардии и обеспечения их эффективной службы. Руководитель региона пожелал военнослужащим участникам спецоперации здоровья, благополучия и крепости духа. В Черкесске сотрудники госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями скорой помощи. Они разъяснили меры административной ответственности за нарушение ПДД и ответили на интересующие вопросы водителей. С начала текущего года в республике произошло три ДТП по введению транспортных средств, принадлежавших медицинским организациям. Причиной стало несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущества и проездно запрещающий сигнал светофора. Полицейские напомнили водителям скорых о соблюдении правил дорожного движения, недопущении дорожно-транспортных происшествий и соблюдении правил пользования световыми и звуковыми сигналами. При этом акцент был сделан на то, что водители кареты с колами медицинской помощи не должны подвергать опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения. При проезде перекрестков водитель транспортного средства со спецсигналами должен убедиться, что другие участники дорожного движения его видят и пропускают. В том случае он может проехать в перекрестках. При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» на площадке «Бэт-студия» прошла развлекательная программа для детей беженцев из ДНР и ЛНР. Подробности в репортаже Харчибиджиева. Война калечит тысячи детских судеб, отняв светлое и радостное детство. Детство, растоптанное войной. Многие семьи покинули свои дома в Донецкой и Луганской народных республиках для лучшей жизни, чтобы каждый день не прятаться с снарядов бомб и не бояться, что сегодняшний день будет последним. Как отмечает хореограф Анна Булыгина, Россия стала для ее семьи вторым домом, где она начала новую жизнь. Видя, что происходит такая страшная ситуация, я собрала деток своих, сумочку, и мы выехали на территорию России. Видела украинских военных, танки, самолеты. Было просто страшно, я до сих пор вспоминаю. Благодарна, что нас здесь приняли, дали возможность мне работать, детям моим учиться. Поддержку оказывали и люди обычные, и власти Российской Федерации. В Карачаево-Черкесию прибыло немало семей с детьми, бегущих от страшного бедствия. Для беженцев создают благоприятные условия, а главное не забывают о детях. Где дети, там всегда веселье, музыка, искусство. В школе танца в БЭТ-студию подготовили развлекательную программу, куда пригласили более 25 детей из ДНР и ЛНР, а также дети из Центра содействия реабилитации детей-инвалидов «Счастливое детство». Мероприятие организовано совместно с этой БЭТ-студией в лице Вишневской Елизаветы Рассова и совместно с нашими партнерами. Цель этого мероприятия, чтобы как-то поддержать детишек, развлечь их, чтобы максимально скрасить их пребывание в нашей республике. Но это не единственное мероприятие, которое мы планируем провести, то есть это цикл мероприятий. Я все для этого сделала и делаю, чтобы детям было радостно, весело и чтобы не обращали никакие их невзгоды, беды в наше непростое время. В программе были концертные номера с танцами и театральными постановками. Все для того, чтобы дети не чувствовали себя чужими. Взрослые, создавая счастливое детство, создают для детей светлое будущее. Карча Биджи, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 23 нового случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 542 человека. Из них 44 251 выздоровели, 44 человека госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево, Черкесии. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 16 апреля по адресу город Пятигорск, проспект Ленина 9. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом. И он только твой. Айленд. Диван с характером. От мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свое видео по номеру 8 928 390 38 89. Возраст участников телемарафона фестиваля от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Свой вклад в увековечении памяти и сохранение истории республики внесла Почта России. Знаковому событию столетию образования Карачаева Черкесской Республики посвящен выпуск специальных конвертов с тиражом 50 тысяч штук. Памятная церемония гашения штемпелем одного дня с участием членов правительства, парламента, руководства управления почты по республике состоялась в Черкесске, в отделении почты города Черкеска. Почетные гости поставили свои подписи на юбилейных конвертах. На погашенной марке изображена карта «Уникальная природа», герб и флаг Карачаева Черкесии, а также гора Эльбрус. Так жители нашей республики и разных стран могут узнать о юбилейной дате нашей республики. А в коллекции филателлистов появится еще один памятный экземпляр маркированного конверта с литерой «А». Сохранение памяти – это важнейшая задача. Сохранение памяти о столетии со дня образования нашей любимой прекрасной республики – это важнейшее мероприятие в войне. Во все времена основной задачей почты являлась передача данных во всех ее проявлениях. И вот несмотря на развитие цифровых технологий, несмотря на все процессы, которые меняются, значимость почты, она не меняется. На сегодняшний день в Российской Федерации в почте проходит ряд интересных, важных модернизационных процессов. Вы знаете, в отделениях почтовой связи появляется возможность получения государственных и муниципальных услуг. Можно получать будет лекарства в отделениях почтовой связи, особенно в удаленных районах. Это очень важно для наших жителей. Ведь важнейшая задача в нашем регионе, как и во всей стране в целом – это повышение качества жизни. Арии из опер русских и зарубежных исполнителей под аккомпанемент оркестра. В Черкесске прошел концерт, посвященный столетию Карачаева-Черкесии. Все поклонники высокого искусства могли насладиться выступлением заслуженного артиста Карачаева-Черкесии, солиста Мариинского театра Заура Алиева. На концерте побывал Али Баташев. С первых нот артист покоряет публику красотой и выразительностью исполнения произведений итальянских и русских композиторов. Солист знаменитого Мариинского театра в Санкт-Петербурге Заур Алиев на сцене с шести лет. Любовь к музыке привил отец – Харлам Алиев, народный артист Карачаева-Черкесии. Мальчик с отличием окончил музыкальную школу по классу фортепиано, школу искусств в микрорайоне Московский, где и получал уроки вокала. Заур Алиев солировал в Оркестре народных инструментов «Сувенир» под руководством Анатолия Сгонникова. Участвовал в различных фестивалях и конкурсах. «Салам алейкум, друзья мои! Салам алейкум, старики! Салам алейкум, скажу о меня! Салам алейкум, земля моя!» Звание заслуженного артиста Карачаева-Черкесии Заур получил уже в шестом классе. Несмотря на свой опыт, артист до сих пор очень волнуется перед каждым выходом на сцену. Всегда истериск сорвать ноту или забыть слова. Заур Алиев стремится к тому, чтобы исполненная песня затронула самые сокровенные струны души и сердца. И как бы, сколько бы ты ни тренировался, вот даже у Лучана по вороте спрашивали. Говорит, Лучана, ну вот, вы уверены, вот когда вы здоровы, вы в голосе, психика, все в порядке, вы уверены, что вы возьмете ту или иную верхнюю ноту? Он говорит, нет, в этом и прелесть нашей, так сказать, профессии. Так что, скорее, из-за этого, из-за ответственности. В концерте, посвященном столетию Карачаева-Черкесии, Заур Алиеву аккомпанировал симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Республике Северной Осетии Алани под руководством главного дирижера Заурбека Гукаева. Он подкупает то, что он очень любит, прежде всего, то, чем он занимается. И он всегда, как бы, вот, кипит желанием работать. Это качество, которое, наверное, можно заподвозить в любом артисте, но это не всегда так и у всех разных градусов. Вот он, ему все время хочется на сцену. Заур Алиев родом из Карачаевска. Живет и работает в Петербурге. Покидать страну не собирается, потому что любит свою большую и малую родину. Я вдвойне и даже втройне, неважно, я счастлив увидеть лица именно людей из своего родного края. Поэтому, так что я весь этот концерт, так сказать, посвящаю своим, можно сказать, людям. Вот вы к нам вернетесь еще с новой программой? Планируете когда? Ой, ну, планировать, не знаю, как сказать. Есть желание. Артисту предстоит готовиться к новым гастролям, а поклонникам ожидать новых и ярких концертов любимого исполнителя. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Редактор субтитров А.Семкин